Мы приехали в торговый центр Вавилон. Такую пробочку создал. Я сейчас в голос смеюсь, потому что читаю ваши комменты. Настроение огнище. И здесь, смотрите, одного цвета. Красивый цвет. Вот этот вот взяла. Привет, папа. Вот и мой золотой. Меряю сейчас разные босоножки. В общем, самые удобные в H&M. Аэропорт! Улетаю! Вышли под вечерок с Денечкой в магазин. Твой мамин помощник. Помогает тумбочку тащить. Ну, знаете, чисто для разнообразия света. Всем доброе утро, мои хорошие. Начинаю новый влог. Сейчас помыла волосы шампунью, который посоветовала мне Люси. И я очень даже довольна. Пока у меня сушились сейчас волосы. Во-первых, помыла очень хорошо до скрипа. Прям скрипяли волосы. И сейчас, пока сидели, у меня волосы сами высохли. Я прям вижу такой объем. Сейчас я чуть-чуть расчесала, их сбрызгнула по длине. И маслицем промазала. Ну, буду смотреть, в общем, в этом влоге вам скажу, через сколько жирнеет голова, еще что. Она помыла шампунь, который она покупала. Ей понравилось. Говорит, о, совсем другое уже. Сколько прошло. Голова свежая. В общем, буду тестировать. Сейчас покажу шампунь, который поближе, которым я помыла, да, сегодня. И вот вам, чтобы вы понимали, о чем речь. Вот, вот этот шампунь взяла я его в ленте. Он 350 рублей где-то стоит. В общем, будем наблюдать. Сейчас мы собираемся. Недалеко там есть торговый центр «Золотой Вавилон». Может, мы туда зайдем еще. Марку надо купить шортики, сандалики, потому что у нас жара такая. И у него все теплое. Вот, ну и я, естественно, себе тоже что-нибудь куплю. Все, собираемся. Мы собрались. Я сегодня буду вот такая. Новые джинтики одела. Так, Маркус уже одета, да. Дэнни схватил мой телефон. Почему-то непонятно почему. Носки я потеряла. А, вот они, носки сейчас одену. И хотела сказать вам, мило, хотела показать мою девочку. То ли Дэнни ее туда положил, то ли она сама. И все, вот она спит. Дверик, окна, кстати, я не открываю. Вот так, как вы мне говорили, советуете очень много всяких историй, когда застревали, да, котята. Ну, вот у меня решетка, да, сетка. Решетка. Ну, достаточно плотная. Я не думаю, что Мила начнет туда. Я полностью открыла окно. Жарище у нас страшное вообще. Полностью открыла окно. Я не думаю, что она выбит. Вот. И все. Мы собираемся. Куча дел сегодня, как всегда. Мы приехали в торговый центр Вавилон. Мы, короче, уже съездили по делам. И сейчас нам надо кое-что подождать, пока там доделывается кое-что. И... Блин. Надо срочно сделать что-то, чтобы ветер не мешал мне разговаривать с вами. Короче, кое-какие дела ждем, пока закончится. Приехали в торговый центр Вавилон. Вавилон. Золотой Вавилон, да. Посмотрим, что, как здесь обстоит дела. Денька налил на заднее сиденье воды. У нас сиденье заднее мокрое. И, естественно, шорты тоже мокрые. Смотрите, в Glory Jeans еще очень много детских очков классных. Еще больше, чем в H&M выбор. Всякие разные зеленые, красные, синие, прозрачные, желтенькие. Для девочек, для мальчиков. И цены вообще 119 рублей. 250, 200 такие. Посмотрите, у ребенка у моего какие черные колени. Он уже вытер все полы. Он у меня черненький. Грязненький весь. И этими ручками волшебными своими вытирает личико свое. Посмотрите. Покажись. Посмотри сюда. Чумазя. А посмотри на тебе на колени. Вот они. Все вытерли здесь. Ну все, садись. Ты поехал. Пока-пока. Пока-пока. Давай поедем. Не, мы не на этой поедем. Мы на машинке на нашей поехали. 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 На нашей. Короче, так классно в торговом центре, когда никого нет. Реально. И здесь, в Золотом Бавилоне, тоже никого нет. Тишина. Как знаете, в будний. Короче, в самое несезонное время, в будни. Кайф. Так, зашла, взяла себе какао. Оно какое-то было с какой-то карамелью. Он там с девчонками болтает. До свидания, до свидания. Десять тысяч раз сказал. Очень вкусненькая, кстати. Только кажется, что здесь половина налита. Воздушная очень. Так, Люся уже вышла с Маркусом. Все, сейчас едем. Вот, едем мы, едем. И пробка тут уже, блин, минут пятнадцать. Стоим на одном месте. Такси, пожалуйста. Таксист, точнее. Не такси. Не сама такси, наверное, виновата. А таксист, который ехал на этом такси. Вот такую пробочку создал. Что-то он тут один стоит. Никого больше нет. Уехал кто-то другой, наверное. А, нет, вот машина еще одна. Оп, оп. Крошки мои, сижу сейчас. Всех уже спать уложила. Точнее, детей уложили. Люся тоже спать, по-моему, легла уже. А я сейчас в голос смеюсь, потому что читаю ваши комменты. И девушка пишет под фикс-прайсом у меня. Говорит, Господи, Силия, что с твоим пальцем на тринадцатой минуте? Я не знаю, надо посмотреть. Но я читаю три комментария. И одна девушка пишет. Она говорила, что у нее пальцы гнутся в разные стороны. Я просто, честно говоря, вот просто от неожиданности в голос. Я просто представила, как они у меня гнутся прям вообще в разные стороны. Влево, вправо, по кругу. Такие пластилиновые пальцы. А девушка... А ей отвечают, Ого! А третья девушка комментирует. У Силены очень длинные пальцы. Есть видео. И я себе представила, но просто очень длинные пальцы. И мне стало смешно. Так, еще прочитала, что... Мил, не наступай мне на клаву. Еще прочитала в комментах, пишите мне. Да что же ты будешь делать? Ты мне уже тут все натоптала. Что оказывается, эти биоразлагаемые пакеты не такие уж и полезные, что они там рассыпаются на какие-то частички, и потом эти кусочки очень вредны. И не разлагаются уже потом. Да, короче, это я так поняла, не до конца разлагаются, что ли? Я не знала. Хорошо, что вы пишете такое. Не всегда просто я могу почитать, уже пишут, что такое писали. Не знала. Да, я согласна, что нужно брать сумки в привычку. И вот у меня уже две сумки есть. Одну из них в машину. И вторую освободили в машину тоже. Да, это на самом деле хорошая привычка брать с собой сумки или использовать бумажные пакеты. Я буду стараться по максимуму, правда. Всем доброе утро. Садиться, как всегда, батарейкой. Я ее заранее не заряжаю почему-то. Не знаю, о чем я думаю. Телефон хорошо, что хоть зарядила. Сегодня мы с мамой решили все-таки выехать. МВИДИО туда открыто вообще-то давно уже. И что-то мы тормозим. Это вчера я с соседями встретилась. Начала у них там спрашивать. Они ремонт уже сделали. А в общем, она начала узнавать. То-се, это третье. Я говорю, сейчас же все закрыто. Я говорю, нам надо выбрать вот эти все посудомойки, все дела. Она говорит, так открыто же все. Я думаю, так как, блин, так я же каждый день хожу по торговым центрам и вижу, что МВИДИО открыт. Поиск тоже открыт наверняка. Поиск, МВИДИО, Эльдерадо. Три магазина в ряд. И с мамой вместе. Вот Денечку взяли. Люси с Марком оставили. Вот, они там катаются на велосипеде. Вот, ну, в общем, сегодня, я думаю, целый день мы будем вот так вот по магазинам. Потом я еще думаю в Икею заехать. Но мама с нами уже, наверное, не захочет. Возможно, ее надо будет отвезти или на такси посадить. Потому что... А, ну да, отвезу и поеду. Да, это как раз будет по дороге. Короче, придумаем, как лучше сделать, чтобы не крутить, не колесить. Вот. Ну, в общем, сейчас посудомойка, встроенную вытяжку, наверное, буду делать. Потому что я не так много готовлю и не так много смока у меня, чтобы мне брать какую-то супер, там, вытяжку. Там, рыбу я не жарю. Там, мясо я не жарю. Я стараюсь все какое-то такое готовить. Ну, просто... И мне кайф эстетически красивше, наверное, будет. Красивее. Зайки мои. И вы, знаете, много-много раз меня поправляете. Когда-нибудь я начну говорить идеально правильно. Я прям уверена. Потому что сначала идет сопротивление этому. Типа, я такая, я не буду говорить правильно. Ну, во-первых, привычка. Против привычек очень сложно работать. И первое, что это сопротивление. Вот как говорю, так говорю. Ну, я не заморачиваюсь по этому поводу, правда. Да и круто, кого это не напрягает. Но все равно, так или иначе, когда мне много пишут, там, красивее, там, да, там, я не знаю, крышечка вот эта, да, крышечка. Крышечка, правильно, да? Крышечка. И у меня просто на подкорке уже привычка, понимаете? Привычка. У меня просто глаза видят ваш комментарий уже. Каждый раз, когда я какое-то слово произношу. Так что все ваши поправки, я их, конечно же, не лайкаю, потому что у меня, у меня как бы, ну, сами понимаете, что-то вы меня поправляете вообще. Да, но на подкорке все остается. И когда я начинаю говорить какие-то вещи правильно, я сразу вспоминаю всех людей, которые поправляют. Ну, как бы, оно работает. Вот, поэтому, мне кажется, будет красивее, если это сюда применяется, да, вообще, слово это. Если вытяжка будет встроена, меньше всяких каких-то непонятных вещей, я хочу прям все так вот, прям так вот, вот так вот. Вот. И я уже хочу сделать, начать электрику, да, все на это есть. Уже надо только позвонить человеку. Но для этого я должна точно разрисовать, где будут розетки. И как только это случится, я просто его зову, понимаете, и все, надо начать, надо ему позвонить и пригласить. А я пока что не знаю, где на кухне розетки должны быть, поэтому нам нужно выбрать габариты, вы поняли уже чего, да, а потом сделать проект кухни уже точный, да, чтобы точно понять, где будут розетки. И все, и уже приглашать. А, ну, вы поняли кого, да, что там, я сосредоточена на дороге, просто мысли. Вот, сейчас еду за бабушкой, за мамой, моей, за Дэниной бабушкой, и пойдем. Настроение огнище. Я сегодня вообще, на самом деле, чувствую себя на высоте, потому что я сегодня утром подмела, потом все попылесосила, жду, блин, пылесос хороший, такой классный. Потом помыла полы, у меня спина отрывается, но я чувствую себя великолепно, что я смогла это сделать. Мы позавтракали утром, потом еще пообедали, Дэнка поел у меня хорошо полезную еду, поэтому я счастлива. Каждый раз, когда он кушает, что-то полезное. Вот такие дела. И, кстати, я уже посылки приготовила, мам, кто в конкурсе участвовал, они вот лежат у меня в багажнике, сегодня постараюсь отправить. Сегодня, это чтобы вы понимали, сегодня, это девятое число. А то влог мой выйдет еще не скоро, и вы будете думать, что это, ну, вы поняли, да? А еще, кстати, вот сейчас Люся начала вести канал свой, да, и часто пишут в комментариях, особенно, где мы вдвоем, там, прикалываемся, то, сё, многих людей задевает, и пишут, там, ой, простушки, а понтов, там, траляля, или там еще что-нибудь, колхозницы и так далее. На самом деле, девчонки, я и правда, я не знаю, кто так видит, кто так считает, это реально может быть, ну, правда, какие-то проблемы внутри с этим, потому что я себя абсолютно простым человеком, считаю. Вот сто процентов. Вообще никаких понтов. Если где-то проскальзывает, возможно, проскальзывает в виде шутки что-то, там, гламуры из тренда, но это чистый стёб, просто стёб, правда, не воспринимайте это всерьез. Это не значит, что я там вся в тренде, там, ну, да, я взяла там модненькие джинсики, к примеру, да, и чувствую, я такая в тренде. Ну, то есть, вот, по приколу, да, там, я взяла там маечку, все такое, я в тренде, или там, у меня матовая помада, я в тренде, губки чёрно-белые, понимаете? Ой, гламурец, я в тренде. Это чистый прикол? Ну, вот чё в моей голове, вот. Но это не значит, что я такая в чёрной губке у меня. Я серьёзно верю в то, что я супер-мега-трендовая. О, идёт уже. Всё-таки серьёзно, у тебя прям целый этот, целый гаджет, и тут куча всего, приветики. Ну, мне так удобнее. Присаживайтесь, мадам. Да. Вы готовы все оружие? Присмотрела уже, что мы будем там брать? Да посмотрим. Смотрела. Надо, чтобы ты смотрела. Да, я да посмотрела. Где мой внучек? Человатье. Человатье бабуля, тётёшь, пойди не натяните, скажи. Давай, привет. 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 Приветики. Ручку поцелую. Вот так. Питёр отдал. Молодец. Ты не знаете. Слушайте, крошки, ну зашли мы в магазин, я тут увидела, что есть все цвета и фасады, которые мне нужны. И даже есть, покажу вам вот два варианта. Я не знаю, сколько здесь будет кухня стоит. Я думаю, что она здесь будет немало стоит. К сожалению, девушка сегодня не работает. Я приеду сюда завтра конкретно, чтобы она мне сделала проект. Мы выбрали уже посудомойка, какая будет. Короче, сейчас покажу. Мне, во-первых, нравится вот. Видите? Всё. Либо такой вариант открывания. Вот. И то же самое можно сделать. Только белые матовые у нас здесь будут. А здесь какой-нибудь цвет симпатичный, да? Ну, не очень тёмный. И низ точно так же открывается. Видите? Меня вполне устраивает. Вот так вот. И ещё один вариант есть. Это здесь. А я где-то в других кухнях говорю им, ну знаете, вот так есть. А они такие смотрят на меня. Вот, просто. Оп, и всё. То есть здесь как бы, видите, ниже чуть-чуть. Ну, это вы наверняка видели где-то. Чуть-чуть ниже просто сделано, да? И просто открываем. Вообще мега удобно. И здесь то же самое. Вот. Зазорчик такой вот. И открываем. Это посудомойка. Открываем ящичек. И низ точно так же. А это здесь вот снизу. Короче, я не знаю, какой ещё удобней, но верх точно мне вот так удобнее. Подумали, что квадратное. Я вот хочу квадратную. И, естественно, вот с этой штучкой, чтобы здесь у меня вода была. Чтобы у меня не стояли баллоны. Я не заказывала баллоны. Очиститель свой хороший какой-то хочу. Дальше. ЛДСП. Здесь есть матовый белый цвет, который мне нужно. Плюс можно сделать вот такие. Ну, помешать, да? Либо с такими. Но мне больше даже вот этот нравится цвет. Красивый. Под дерево. Только светлая. Либо фисташковый есть. Но нет, мне кажется, грязноватый какой-то для меня. Вот такой цвет мне нравится. Вот. Но я это уже спрошу у девочки, которая будет мне делать сочетание цветов. Я думаю, она посоветует что-то. И камень. Камень-столешница. Здесь варианты вообще тоже есть. Смотрите. Вот такой мне нравится. Вот такой мне нравится. Такой он немного шуршавенький. Я люблю больше гладенький. Короче, вот раз, два и три варианта. Надо будет подобраться. Супер вообще. Без ручек, без ничего. А, и еще вот здесь понравилось мне, что маме тоже понравилось, что вот этот фартук и вот это одного цвета. Да. Мне нравится. И здесь, смотрите, одного цвета. Шикарно, по-моему. Кайф. Прям кайф. И здесь, да, одного цвета. Заморачиваться не надо. С сочетанием цветов. Это для таких, как я, которые реально не умеют сочетать цвета. Смотрите, как классно смотрится. Все одинаково. Одинаково. Очень круто. Вот примерно мои цвета, да? Только здесь все в один тон сделано. Хотя, в принципе, мне нравится. Здесь такой молочно-белый. Вот столешница отличная. Камень, по-моему, здесь. Класс. Я думаю, мы что-нибудь обязательно придумаем. А вот чисто белая, да? Только у нее внутренность темная. Но я не хочу внутренность темную. У меня должна быть внутренность белая. Белая здесь. И, возможно, чуть-чуть темнее низ. И какие-то вставки, может быть, там. Вот такое. Что-то будем думать. Дальше еще, смотрите, вытяжку встраиваемую. Мама показала мне. Говорит, кстати, вот это неплохая вытяжка. Здесь она вытаскивается. Мне вообще, как я готовлю, достаточно. Со всякими подсветочками, фильтры менять. Мама сказала, что вот это неплохая модель. Вот. Вот только фасад надо, чтобы подходил по цвету. Отлично. Мне больше не надо. И красиво так, да? Можно еще что-нибудь сюда положить. Вот. Единственное, я же хочу еще, блин, два ряда. Чтобы у меня высокий еще был для коробок. Там такое все. Что касается посудомоек. Тоже выбрали. Вот она. Сименс. Мама посоветовала мне тут хорошую. Не буду открывать. Короче, ну, 45. Отлично. Вот эти по 60. Размер. 60. Я имею в виду размер. По 60 сантиметров. Они очень большие. Прям, мне кажется, не для нашего дома точно. Мне вот это с головой. И еще микроволновку тоже я хочу встраивать. Мою-мою. Но только мне не нравятся здесь вот белые варианты. Видите, какие? С ручками такими. Будет очень сильно бросаться. Но это надо будет в других магазинах искать. Хочется что-то вот такое, знаете, вот. Гладенькое, да? Вот такое даже. Не сенсорное. Не очень хочу сенсорное. Вот пусть будет не сенсорное. Вот такие вот кнопочки, да? Но оно вот так все аккуратненько как бы раз-раз. Супер-куперские. Только белая. И духовка. Варочная панель. Духовка электрическая сейчас везде делается. Это тоже нужно будет посмотреть из разных... Все, сняла? Все. Ну, да я чуть-чуть. А у Деньки развлекуха тут кнопочки нажимать можно. Тихонько сидит, нажимает, все тыкает. Девочки, сейчас пришли домой с гулянки. У меня прям сушняк такой. А иногда, когда у меня прям сильно хочется пить, я беру еще что-нибудь сладенькое и ем тогда. И прям вообще тогда хочется так пить, как будто ты в пустыне находишься какой-то. И я люблю прям вот... Ну, короче, одно из моих любимых сочетаний это съесть что-нибудь сладенькое. Это медовик. И запить холодным молоком. Лучше это делать не на ночь, иначе можно простыть на утро. У меня так часто бывает. Хотела вам сказать, посоветовать. В пятерочке появилась новая серия сладюшек. Называется Настоящий десерт. У них там есть... Сейчас покажу. Как вот такие десерты. Да? Настоящий десерт. Это тирамису. Там еще какой-то шоколадный. Это непонятное название было. Но он мне не особо понравился. Я вообще вкус не поняла. Даже пинчер. Вот. Половину съела, половину осталось. И у них нереально вкусный медовик. Вот он. Я отклеила наклейку. Было написано Настоящий десерт. Девочки, это просто сказка. И я не знаю, кто любит сладости. Особенно медовик. Кто любит молоко. И особенно холодное. Просто откусывайте вот так медовик. Как в лучших ресторанах. В лучших. И просто прожевывайте, а потом... Это ли не счастье? Всем привет, мои хорошие. Что-то я вообще сейчас как-то видеовлоги стала делать чуть-чуть покороче. Потому что так есть возможность их быстрее выкладывать, чем полтора часа. Но еще монтажа много занимает. Ну, короче. Сегодня. Что за день сегодня? Сегодня я помыла голову. Уже 100% рекомендую всем шампунь. Сейчас я его покажу. Если вдруг кто-то где-то не увидел, я его еще несколько раз покажу в покупках. И здесь. Четвертый день. Четвертый день я помыла голову утром. Полностью первых два дня вообще можно не париться. Голова чистая. Это при том, что если вы ходите на улицу, голова потеет. И у вас там 30-ти градусная жара на улице. И вы вот идете в торговый центр. То-се, ветер как бы, да. Все. Два дня идеально чистая голова. Это супер. Третий день я пошла уже с головой. Первая половина дня она еще была более-менее. Под вечер уже все грязноватое. Вот. Ну, и на четвертый день я ее помыла. Но мне кажется, это идеальный расход. При том, расклад. При том, при всем, что до этого помыла голову. И через полчаса сажусь снимать видео. А как будто у меня башка грязная. То есть это не дело, да. И ощущение такое не очень приятное, не очень свежее. А сейчас вообще отлично, супер. Вот. У меня сегодня макияж новый. Я взяла... Знаете, что взяла? Сейчас вам покажу. Вот здесь у меня... Ага, вот они, тени. Вот они, тени. Тони Молли. Красивый цвет. Вот этот вот взяла. И просто пальчиком прям намазала. А снизу кисточкой. Вообще. И ничего. Ни тушь не делала, ничего не делала. И щечки намазала, нарумянила. И очень классная помада у меня здесь. Вот она. Что это за фирма? Я даже не знаю, честно говоря. Это жафра. И что она у меня какая-то вся непонятная? Жафра, да? Что это за жафра? Может, я в интернете где-то заказываю. Не помню. Короче, она вот такая персиковая. Оранжевая, да, кажется. Но она очень красиво персиково ложится. Она тонким слоем ложится. Делает какую-то пелену такую. Оттенок на губах. То есть она вот такая оранжевая. Если сильно только накрасить, будет, наверное, такая оранжевая. А так она прям красивый такой цвет дает. Вот. Вот такой вот. Доброе утро, мои хорошие. Что-то я сегодня лохмач. А? Селена лохмач. Это второй день. Вот второй день шикарные волосы после помывки. Пока не нарадуешь на свой новый шампунь. Едем сегодня делать проект кухни. Посоветовалась с соседями. И у нас уже сделали некоторые соседи кухню. И у кого-то даже такое расположение, как у нас. Покидали очень много вариантов, много проектов. И, в общем-то, я до этого просто не понимала, что и как мне нужно. Я сейчас вам покажу. В икее. Самое лучшее мне сделали в икее проект. А я сейчас вам покажу, какие проекты мне сделали. В поиске вот такой вот проект. Я не знаю, показывала или нет. Но здесь плохо видно, да. И по ценам. Здесь выходит кухня где-то со скидками. Там, допустим, 114 тысяч. Ну и плюс еще там 1020. Это всякая установка там. Ну и многое-многое другое. 1020 там выйдет. Короче, я считала, где-то 135 тысяч кухня выйдет. Но они еще не поняли, что делать здесь с котлом, как его скрывать, как его убирать. Это чисто приблизительно, возможно, будет еще и дороже. А второе, это я пошла в Леруа Мерлин. И в Леруа, конечно, у них выбор небольшой. По цветам небольшой. У них нет просто матовых фасадов. Вот. И естественно, все с ручками. Без ручек только серое. Там что-то одно. Вот такой под камень сделано. Ну, короче, вот что мне нарисовали. Более-менее. Но мне вообще не нравится вот это вот все. Это вообще никому не нравится, кто смотрел. Кухня огромная какая-то здесь, да? Вот. В Икеи потом пошла. В Икеи мне понравилось, в принципе, как сделали. Самое главное, что у них шкаф есть вот этот 37 сантиметров в глубину. Не кричите, пожалуйста, детки мои. 37 сантиметров в глубину. Это значит, можно его поставить вообще прям до конца. И не будет он скрывать окно. Понимаете? Вот это вот. Потому что если 60 сантиметров вставить здесь в глубину, то, конечно, он меня скрадет. Угол потеряет цвет. Поэтому надо как можно уже здесь вставить прям впритык к котлу. Здесь поставили аккуратненько столешницу до упора туда идет. Здесь навесной даже идеально входит со стеклом только один. Ну и здесь небольшой глубины до конца идут метровые шкафы. Вот. Ну, тоже немножко так. Ну, как бы мне понравилось, да? На крайняк можно посчитали на 209 тысяч, но они сюда бытовую технику ввели. То есть 48 тысяч. И освещение 13 тысяч. Если минусовать, получается где-то 150. В принципе, приемлемо. Я думала, что моя кухня выйдет в Океи где-то 250-300 тысяч. Вот. Ну, и когда попросила соседей покидать меня, да? Сейчас я покажу. В общем, вот такой вот вариант. Здесь вот так все скрыто. В принципе, мне нравится этот минимализм. Матовые фасады без ручек, как мне нравится, да? Единственное, что мне не нравится цвет, вот этот, да? Я бы хотела более светлый какой-то сюда. Но позвонила уже, и мне сказали, что есть варианты. Так что сегодня будем делать проект, смотреть. Ну и вот сегодня, если все нормально мы сделаем по цветам, то я уже попрошу замерщика точно прийти, все померить. И буду определяться с розетками, где что. И сразу же, сразу же вызову себе электрика. Вышли из дома. Мама уже вышла, ждет. Я, как всегда, опаздываю. Очки расстроила. Я сейчас их начала вытирать, а они у меня, походу, надо отполировать. Но я даже не знаю, где и чем. Чем можно отполировать очки? Надо будет загуглить, вот, в интернете. Как отполировать очки? Какой-то, может, смесью. Прям вот здесь такие, знаете, видимо, они падают, где-то затираются. И вот прям вот такие потертые уже. Но это не дело. Новые покупать. Я не помню, за сколько. Я эти, по-моему, недорого брала. Недорого брала. Но в хорошем магазине, как бы, фирма известная. Кстати, многие спрашивают. Ну, как известная. Кому-то известная, кому-то нет. Style Mark. Стиль Mark. Или Style... Ну, что? Style Mark. Style Mark. Короче, да, у них очень много красивых моделей было. Вот это одна из классических. Mark. Swish. Swiss Dissing. Швейцарская фирма. Стиль Mark или Style Mark? Стиль Mark? Что такое? Ладно, все, едем к бабушке и едем к кухне смотреть. Точнее, делать проект. Скажи, привет, бабуля. Привет, папуля. Ой, ты мой золотой. Привет, мой внукчик. Это как Робби тоже такой. Иногда это, у него нет настроения. Он такой, здорово, Эйта. Он говорит, мне больше нравится, когда ты говоришь, привет, та папа. И он, привет, та бабуля, привет, та папа. У него свое. Привет, привет, привет. Ну, привет, привет. Так, ну все. Я смотрю, мама уже снова сумочка. Да хоть потрогай. Да, я же в прошлый раз была. Слушай, Аля, она как будто ощущение, что она по джинсу немного, да, как будто сделана белую? Ну, да. Слушай, ну она мягкая. Она не колом не стоит. Мне нравится. Она очень вместительная. Ну, класс. И вот она мне подходит под все мои... А что там на ногах? А на ногах, видишь, у меня... Модные эти. Да, бирюзовый цвет, как моя блосочка. Ну, ты вообще просто... Я бело-бирюзовая сегодня. Вообще, супер. Ладно, едем. Давай. Так, пока что открыт у нас один KFC. Там, да, поэтому большая очередь. Я думаю, что вот, открыто. Надо взять какой-нибудь рогалик или что-нибудь вкусненькое. Да, съесть. И кофе взять. Какао, точнее, вконтакте. И все. Да, это для Милы мы мышку взяли. А вот еще я нашла занавески, по-моему, какие я хочу. Что-то тут интересное такое. Знаете, текстура небольшая. Это Blackout, бежевые. Стоят они 4000. Размер у них идет 145 на 3. Их две штуки там идет. Вот. Полная защита от цвета. Но сейчас пока я не буду брать, потому что мне надо сейчас электрику взять первым делом. А то я то, то, то покупаю. Знаете, пока занавески висят. Но вот эти я думаю, что я возьму. Еще вот такой цвет есть. Но я не хочу темный. Я хочу попробовать все-таки вот прям светлый. Вот так. Вот этот тоже Blackout. Эти пять вообще стоят. Ничего себе. Но здесь уже теплоты больше. Здесь немного холодненький еще такой, по-моему, отлив. Ты чего? Ты чего? Мы Мишку-то... Мышку. Мышку. Мишку. Выкину. Ой, какая... Это мы тебе взяли, походу, да? Мышка маленькая. Короче, вот, девочки, ищу я какие-то вот такие вот интересные мягкие решения. Мне нравится. Но вот здесь один вариант только. Было больше, по-моему. Меряю сейчас разные босоножки. И, в общем, самые удобные в H&M это вот эти. Только единственное, что каблучок я бы здесь хотела толстенький, а не тоненький вот такой. Ну, в принципе, это тоже достаточно устойчивый. Но вот в этих прям вообще как в шлепках. Просто что-то в каблучке надо. Смотрится, я не знаю, не так, как мне кажется. Кажется, что очень круто смотрится. Вот. Мерила еще вот эти. Ну, и классные, на самом деле, вот эти вот. С вот таким каблучком. И вот такие прикольные. Ну, что-то немного не мое. Цены до двух тысяч вообще. 1600 вот эти вот. 1600-1800 такие цены. Дорогие мои. Видите, я уже сразу зато ехала с мамой и сразу я дома. Да, все, мы сделали проект кухни. Точно такой же почти, как я вам на картинке показывала. У них просто нереальный выбор цветов, текстур и так далее. Поэтому все выбрали. Сейчас уже приходил электрик. Все разметили. Мы уже к вечеру освобождаем вот эту комнату. Он начнет с нее. Завтра утром он уже придет, принесет все инструменты, начнет разметки и может что-то уже начнет штробить. А сейчас мы едем в Леруа все вместе. Едем в Леруа, чтобы закупить то, что он сказал. Ну что, мои хорошие, настал тот день, когда вот это вот, представьте, 6300 стоит. Вот этот три с чем-то стоит. Что, зайчик? Короче, набрала. Это должно нам хватить на все оставшиеся комнаты. И еще вдруг я не туда поехала. Я, короче, блокаут и спросила, какие здесь цвета есть. Но вы знаете, тут нет вот в Леруа. У них вот только это, да? Вот такой цвет. Ну, вообще не текстурный, беленький. Но мне кажется, что... Мне почему-то кажется, что в Икеа интересней. Яичко твое упало, да? На. То есть мне один цвет, получается, подходит. Вот этот вот, да? А в Икеа он, знаете, перемешанный. Вот этот, например, вот с таким, да, чуть-чуть. Или даже вот с таким. Перемешанный. Этот темноватый, наверное, сильно. А там перемешан как-то. Поэтому, наверное, будем брать в Икеа. Хотя, хотя... Цена же тоже иногда играет роль. В Икее он 4 тысячи стоит. А здесь, смотрите, 1870. А как оно выглядит? Оно вот такое вот у нас. Мне кажется, что... И мне кажется, что в Икеа более... Более out. Light out. Свет out. Потому что у меня сейчас вот такие находятся, однотонные. А в Икеа здесь как будто с одной стороны одно, а с другой стороны еще какая-то прокладка белая, которая реально затемняет. Поэтому оно, наверное, дороже. Ну, напишите, если знаете, кто брал блэкауты в Икеа или в Леруа. Вот. Пока так. Но я сейчас брать не буду, потому что у меня сейчас все деньги будут уходить на потолки и электрику. Кстати, Люси уже взяла билеты. Представляете? И она улетает послезавтра. Вот. Сегодня она поможет мне освободить комнату. Завтра мы будем еще вместе. А потом придет мама, и она уже будет следить за электрикой. А я отвезу их с Марком в аэропорт с утра, послезавтра. Осталась одна тележка. Сейчас в Леруа просто ни одной тележки свободной нет. И эта тележка куда-то ведет в левую сторону, короче. И мне так неудобно. Все, мы едем кассам. Ну что, мы с голодухи, с жаждухи и вообще не знаю всего. Заехали в Макдональдс, естественно. Я вообще есть не хотела. Это я Деньке взяла чизбургер. Но он что-то вот чисто булку эту ест сверху. Остальное мне отдал. Сейчас я доем. Взяла мороженое и напитки. Вот это то, что прям хочется. Сейчас доем и будем есть мороженое. Всем привет, мои хорошие. И настало время. Электрики во всей моей квартире. А это значит, что первым мы делаем эту комнату. Сейчас я все буду оттуда вытаскивать и перетаскивать в спальню. Вот. Потому что дальше у нас пойдет зал. Туда не буду перетаскивать все. Может быть, я пока что-то там оставлю. Пока мы тут будем все делать. Короче, по максимуму захламлю сейчас всю свою спальню. Вот первое, что это я тащу. Тут уже пазл собираю. Туда в угол ставить все. В общем, двое детей. Жара и вечер. Все очень сложно. Но сейчас мы все попытаемся переубрать. И я тогда покажу, как это будет выглядеть. В каком хаосе я буду жить какое-то время. А смотрите, Люся что придумала. Опа! И Катю. Все шкафы перетаскиваю. И Катю просто легко и непринужденно. Качели. Фух, крошки мои. Теперь я живу снова. Напоминает мне какая-то съемная квартира, где у меня куча всего было. Когда я весь магазин свой перевезла в комнату. И в одной комнате все стало. Короче, вот и моя костюмерная. Перетащили эти шкафы сюда. Просто, блин, вспотели все, как невозможно кто. В общем, все перенесла максимально, чтобы, знаете, уже сделать вот это вот все. Здесь, да? То есть вот здесь у меня все. Все, чемодан остался. Мы сейчас разберем. Как бы все. Это готова комната к тому, чтобы здесь работать. Это, в принципе, тоже готово. Вот это все рабочие инструменты. То, что я набрала вот сегодня. Видите? Вот, вот. Это я сейчас в комнату поставлю уже, потому что оно сверху будет. Это я соберу. Это пока останется, потому что тут висят вещи. Сейчас подразберу, какие-то уберу. Это, так, это, это я, короче, тоже сейчас в комнату затащу. И тут, в принципе, ничего не будет. Вот. Начнем там делать. Потом перейдем. Ну, он начнет там делать. И параллельно что-то сюда будет выводить уже сразу. Может, тут начнет где-то там штробить, что-то там. Посмотрим. Вот. А потом здесь, когда мы сюда перейдем, а та комната будет полностью готова, я вот это все кухонное перенесу туда. И мы будем временно там, ну, 2-3 дня он здесь будет делать, да, потому что балкон еще захватит. И мы все-все-все перетащим, сделаем там, сделаем там кухню на время. Вспотела, устала. Сил нет. Но счастье внутри, что это уже последние рывки. Доброе утро, мои хорошие. Мы освободили электрику комнату. Я завесила здесь как раз, чтобы по периметру мокрое было. Чтобы вот все, что летело. У нас там щель, кстати, такая, ну, свистит даже иногда. Вот. Все освободили. Все убрали. Тут даже эхо появилось. Занавески сняла. Все, закрываем. Сейчас он уже должен прийти с минуты на минуточку. Занести все свои инструменты и вот здесь работать. Ну, это вот сейчас я еще доубираю. Он как бы больше в той комнате будет сейчас разметки делать, все дела. А вот наша комната, кровать. Люси, кстати, уже завтра уезжает, да, я говорила, улетает. Пью чай матча свой. Вот. И, в общем, жду, не дождусь, когда тронется лед. Современное общество. Все в телефонах. А дети не просто в телефонах. Они у нас изучают буковки. Алфавит. Молодец. Да молодец. Ты у меня скоро буквы все будешь знать. Г. Гусь. Гусь. Буква. Какая? Буква А. Молодец. Первая буква в алфавите. Пять минут перед выходом. Кто чем занимается. Люси и Марк уже готовы. Мамуля только приехала. Сейчас она останется с электриком один на один. Будет следить за работой. Все, все детки одеты. Пять минут. Все, пью, допиваю. И мы мчим в аэропорт. А я всегда, когда аэропорт, у меня все время в голове песня. Знаешь, какая? Какая у меня песня в голове? Давай на раз, два, три вместе. Аэропорт. Ну нет, подожди. Ну давай, другая песня. Раз, два, три. Не знаю. Аэропорт. Аэропорт. Улетаю. Не знаю, может, Света или кто-нибудь. Мы пришли, регистрация еще даже не началась. Адыни смотрят в меню. Ты выбрал что-нибудь, зайчик? Да. Что ты хочешь? Ага. А мы сейчас придем. Так, Люся уже заказ сделала. И мы сейчас еще тоже что-то сделаем. Да они еще не уходят. Сейчас придет. Так, чуть надо выбрать. Так, заказалась, я говорю, шоколад. У них какао не было. Ну, по-моему, это одно и то же, честно говоря. Люся заказала латте. Здесь, кстати, неплохой латте вкусненький. И еще решила попробовать вот сыр. Картошка с сыром. Ну, короче, тут просто полито немножко сыром. Стоит, кстати, недорого. Вот это 170 рублей. А горитый шоколад не знаю, сколько стоит. Здесь как бы цены отличаются от обычных кафе. Чуть подороже. Денька у меня не ест картофель фри. Пьет только водичку без газа. Пошел куда-то вот развлекаться. Несли кукурузку, кстати, очень вкусная. С черной солью. И лучком. Но Деньке не понравился вид, поэтому он даже не стал пробовать. А я с удовольствием. Все, мои хорошие. Рада, что приехали. Наконец-таки это не 2-3 дня, на которые приехали, да? Отойдите от лица. Иди сюда. Денни, сюда, быстро. Все, давайте, хорошей вам дороги. Аэропорт. Улетаю. Пока-пока. Пока-пока. Ох, ну вот и все. Идем к машине. Ох, какая-то тоска внутри даже. Я уже привыкла настолько, что мы вместе живем, что уже забыла, как это жить вдвоем с Дэнни. Ну, сейчас ремонт, конечно, не даст мне соскучиться. Давай руки. Сейчас то одно, то другое, то третье. Мама ждет сейчас там перетаскивать все из одной комнаты в другую. Сейчас доделают в комнате маленькой. И мы там сделаем мини-кухню, освободим полностью зал. Короче, нам предстоит еще забот-хлопот. Так что все у всех будет отлично, как всегда. Ну что, мои хорошие. Все, попросила замазать все. Электрика нашего. Здесь у нас полностью электрика готова. Короче, делала я здесь, знаете как. Под то, что если, например, будет здесь кровать потом в дальнейшем стоять. И мы переедем сюда с любимым. А ту комнату отдадим Дэньке. Здесь будет телевизор. Здесь будет что-нибудь там еще. Там, если Дэнька здесь будет пока что, да, компьютер будет стоять. Короче, там много розеток сделала. Не знаю, все сделала наобум. Здесь тоже розетка и выключатель у входа. Так удобно. Тут же пылесос или что-нибудь. Или что-нибудь. Короче, не знаю, как сделала. Посмотрим. Надеюсь, немало будет розеток. Все, попросила сразу электрика заделать. Он прям идеально ровно все здесь сделал. Так что покрасить осталось. Покрашу. Подготовлю все. Ох, девочки! День, наверное, следующий. Я не помню, вчера я снимала или нет. Что у нас сейчас происходит? В гостях мама Чоли? Привет! На помощь мне пришла. Люся уехала. Это вы уже, наверное, знаете. Просто я сейчас так беру в хаотичном порядке камеру, поэтому не знаю, что я там до этого снимала. Просто не помню. Компьютер уже убираем. Мы освобождаем сейчас это помещение по максимуму. Сколько можем. Вот. Куда я компьютер убрала, девочки? Вот так вот. У нас маленькая дорожка до кровати. Компьютер будет стоять здесь пока. Вешалку вот так поставила. В общем, двигаем, двигаем. Еще и... Хорошо, что комната большая. Я прям вот готова ее максимум заставить всем делом этим, да? Чтобы прям две комнаты тебя освободить и сделать их побыстрее. Естественно, прихожая тоже ее заставлять нельзя, потому что тоже здесь будут делать потолки. Здесь будут все штробить. И вот эту вот штуку будут переносить вот сюда, да, нам в угол. И с потолка будут поднимать как-то там короче где-то и вот чуть-чуть спускать, штробить. Вот так все будут. Вот. И что сейчас? Сейчас я уже загрунтовала и покрасила первый слой. Сейчас чуть-чуть высыхает. Вот так вот у нас будет. До сих пор я уже, может, сказала, нет, но до сих пор не понимаю, правильно ли я сделала все с розетками, вот особенно на вот этой. Вот здесь-то я натыкала нормально. Телевизор, под телевизор что-нибудь там, да? Здесь компьютеры будут, если у мелкого. Хотя я тут до сих пор не понимаю, что я здесь буду делать. Здесь как бы два варианта, может быть, да? Пока не догоняю совсем. Вот тут я понимаю, в любом случае на этой стороне будет кровать где-то, либо она будет вот здесь, большая кровать, когда мы переедем, либо кровать будет раздвижная вот здесь, Денькина, да? А вот здесь его игровое поле. Вот. А вот здесь компьютер, когда он будет учиться. Вот. И может быть телевизора пока здесь даже и не будет. А это пригодится. Короче. В общем, девчонки, да, действительно, когда нет проекта, вот конкретно нет проекта в плане, чтобы ты уже точно знала, что ты хочешь, точно знала, где у тебя что будет стоять, очень сложно на самом раннем этапе с электрикой. Но так как человек, я вот такой, видите, все переменчива, то там, то здесь, а может быть так, а может быть так, а захочу переделать. Ну, как бы, это моя проблема, это моя, как бы, по жизни боль. Поэтому, даже если бы сейчас мне предложили сделать проект, все равно не факт, что этому проекту я бы придерживалась. То есть я бы сделала его, а потом бы решила вдруг что-нибудь переделать. Вот это все рабочие инструменты оставили, нам выходной сегодня сделали, чтобы мы все это перетаскивали, да? Вот мы и перетаскиваем. Без мамы просто как без рук. Сейчас ты проедешь. Как ты проедешь? Молодец. Твой мамин помощник. Помогай, тумбочку тащи. Поворачивай, стойка. Поворачивай. Давай. Толкай. Сильней. Молодец. Кухня переместилась в другое пространство. Вот так, да? И задвигай. И задвигай. Мужчина. Большой какой, помощник. Ага. Толкай. Толкай. Ага. Сuno. И еще. И еще? Всё. ну что мама уехала мы перенесли всю кухню детскую вот докрасила я еще третий слой мне кажется еще нужно будет может быть слой какой-то но это уже наверно прям к вечеру и посмотрю сейчас часа три наверное начало 4 вот что у нас сухом остатке сейчас да почти не видно там где-то не видно этих полосок а где-то еще чуть-чуть видно но сейчас свежая краска еще может высохнет и не будет уже видно сейчас вот смотрю денька сидит вот здесь вот да и я думаю как классно рабочий стол был бы здесь да потому что вот эта вот часть именно уходит вот туда вдаль куда-то и очень хорошо и сочинение писать какие-то еще что-то вообще фантазировать когда ты видишь зелень и там города вдаль куда-то уходит вид да а если он сядет с той стороны это то ему в принципе некуда смотреть в дом смотреть будет напротив дома здесь находится в принципе тоже в принципе с этой стороны тоже неплохо посмотреть как дети гуляют как на площадочку и быстрее закончить уроки в общем вот так сейчас мы все перенесли сюда вот а здесь мы все застелили подготовили вытащили к середине надо тогда сушится белье я вечером уже его сниму вот здесь как бы все по убирали все по убирали все застелили как следует вот так вот здесь все выглядит вот курсы скорее кондиционер повесить сюда потому что умираем умираем там еще уголочек на балконе я освобожу потому что с краешку буду сделать и вот еще что добавилось то сюда телевизор на самый потолок закинула его неудобно так смотреть вообще когда он так высоко в общем как-нибудь у нас два телевизора один там маленький один здесь сейчас кондер включен здесь так хорошо не представляете и как я буду работать теперь денька будет спать я буду тут все под присмотром в общем пока поживем так насколько чтобы понимали насколько я люблю перемены и сейчас такая лохматая мне бы искупаться на самом деле на почту надо поехать то я же деньку ложу вечером прям в ванну прям насколько люблю перемены чтобы понимали я просто сейчас кайфую что мы перенесли кухню вот просто мы перенесли кухню другой вид другое ощущение внутри и мне так нравится вот это вот не застойность да что-то новенькое прям кайфую мне достаточно перестановку даже сделать я буду радоваться милой мило влезла в краску кстати и помыла лапы и хвост и нос теперь она орет ходит недовольная иди мама скажите меня помыла тут мне не нравится а нечего было нос свой девочка моя сувать в красочку а еще потолок я готовлю здесь будет у меня полностью потолок и занавеска будет здесь я прям хочу чтобы она была от сих до сих тем самым она увеличит комнату если из потолка будут выходить занавески то есть будет казаться что такое большое окно и комната станет в два раза мне кажется больше визуально поэтому я покрасила потолок вот так вот сейчас пока что там один слой сейчас и здесь тоже самое только здесь будет не под всю конечно да а здесь вообще можно сделать ходила к соседям увидела кухню своей мечты заказываю там где заказывали они все то же самое почти только по цветам там чуть-чуть по другому и у них еще сделано у них вот здесь полностью ниша такая белая да ну как бы которая закрывает вот котел вот это и у них прямо вот здесь заканчивается да где-то 40 сантиметров глубиной так и все такое белое-белое без ручек без ничего вообще кайф вот но у них котел стоит вот здесь впритык а у меня здесь поэтому у меня есть в принципе возможность но можно сделать большой такой шкаф да вот так тоже впритык но если у меня будет занавеска то занавеска еще будет скрадывать вот так место здесь вот там поэтому я думаю что шкаф я сделаю вот так до труба это пусть остается она в принципе будет под занавеской но занавески всегда будут отсюда то есть у меня по сути ну как бы не будет забираться пространство от окна потому что занавеска будет здесь, вот так, а шкаф будет заканчиваться здесь, вот так хочу сделать, поэтому вот оттуда я тоже крашу потолок, потому что оттуда будут вот прям из стенки, как в спальне у меня карниз спрятан, в общем, такие дела. Честно, я вся в предвкушении, даже не могу поверить, что скоро наконец-таки закончится, и только кухня одна сделается, и уже сколько я смогу убрать, потому что у меня будет очень много мест для хранения там, под потолок будет кухня, вот, поэтому сколько всего я смогу убрать уже на верхней ящике, тем, что я не пользуюсь элементарной там коробки, да, от телефонов, от еще чего-то, не знаю, почему я их храню, но вот, например, сейчас у меня там телефонов 4-5 лежит, которых можно продать, нормальные рабочие телефоны, и от каждого телефона у меня есть коробка, конечно же, с коробкой, как бы я продам дороже у нас чуть-чуть, да, там, ну или как бы, молодец, зайчик, поставь на стол, не знаю, типа с коробкой, чтобы понимали, что мой, что все нормально, не знаю, может быть, стоило бы выкинуть эти коробки, ну, короче, какие-то коробки я храню, и вот так, вот, ну, короче, очень много всего уйдет у меня туда наверх для хранения, освободится место, как только будет сделана электрика, соответственно, уже будут потолки, а это значит больше света в комнатах, потому что белый потолок отражает все, конечно же, и я уже смогу вешать везде занавески, потому что потолки и карнизы они делают одновременно, это уже, ну, мне кажется, вообще просто, основа основы, потолки, розетки, занавески, все, вот, и уже кухня, которая, самое главное, что я знаю, где ее делать, и буду делать шкаф в прихожую, вот, куда уже, и все уже, практически все распихаю, ничего нигде не будет валяться, все лишнее убираю, может быть, к лету получится еще заняться, балконом, посмотрим. О-о-о, ты жалеешь, Кися? Да? Ты еще жалеешь? Кися, хорошая, носяка. Хорошая, носяка. Вышли под вечерок с Денечкой в магазин, надо купить что-нибудь, я думаю, нам маленькой тележки хватит. Пойдем, Даня. Пятерочку. Мама сегодня я тут накупила, куча всего говорит, нам акции, я думаю, надо брать. О-о-о, персики. Блин, как всегда, сумку, кстати, взяла, не забыла. Блин, я когда сильно устаю, мне вот прям, знаете, вот прям вот на душе, вот это вот, 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 что-то в последнее время, вот такая фигня какая-то происходит, конечно, гормонально, может быть, сбой играет роль, ну, короче, мне сейчас нужно срочно мороженку, или что-нибудь сладенькое, или что-нибудь это, и я прям вот взяла вот эти вот новые десерты, мне в пятерочке, так нравятся, но не все, не все. Тирамису у них идеальны, просто я не очень тирамису люблю сама по себе, но Наполеон шикарный, с орехами, шоколадный торт классный, я еще взяла сейчас Наполеон, тоже офигенный, вот такие десерты, кто пробовал? Вот ягодный взяла, ягодный, называется творожный ягодный, я сейчас попробую, очень хочу. Можно что-то попробовать? Конечно, дам попробовать тебе сейчас, тут еще вилочка есть у них, сейчас попробую, скажу. Давайте все вместе попробуем, да? Давай, мама попробует, вдруг невкусно, да? Хочется попробовать. Ой, невкусно, Сая? Хочется попробовать. Да. На. У тебя по-любашу понравится вкуснятина такая. Да? Да. А что, скривился? Что, еще хочешь? Да. Да? Да. Я думала, тебе не понравится. Взяла я у них этот рыжик, тортиком. Да, хочет. Офигенный. И взяла сейчас еще штрудель вишневый. До этого яблочный брал, просто нереально вкусный. Хочет? На, на, Зая. Я тебе просто без желе хочу дать. Мне кажется, желе не понравится. Это очень классный вот этот. Мне понравился ягодный тем, что он освежает, да? Прям такой фруктовый, классненький, кисло-сладенький. Не сильно сладкий. Так, вышли на площадку. Говорю, что хочешь, самокат или велик. Он долго думал, решил на самокате покататься сегодня. Я вообще думала, велик ему. У меня в багажнике и самокат, и велик. И, короче, в багажнику вообще ничего не положишь теперь. Ты куда? Поехали, кисть. Кисть, поехали. Становись. Начинается все. Он с этих деревьев любит ягодки собирать. Сейчас он будет кружить вокруг тут. Потом выйдет за ворота в итоге и соберет вот эти все ягодки. Будет их срывать. И с ними играть. Не знаю, чем они его так привлекают. В общем, освободили с мамой. Мы тут, кстати, немножечко холодильник осталось. Все свежее, все остальное повыбрасывали. Вот. И сейчас я еще докупила кое-что в пятерочке. Сейчас вам покажу. Сейчас расставлю все и покажу быстро. Так, ну что, из того, что я купила, вот это просто обалдежные панкейки, знаете, я их называю. Ну, прям столько сгущенков внутри. Мне нравится. Есть еще фруктовые. Обалденные. По 19 рублей, по-моему. Взяла помидоры. Просто офигенный. Нектарин. Просто как я люблю, я уверена. Ну, главное, чтобы он был сладкий. А так вот по мягкости, прям то, что я люблю. Сосиски пачечку взяла. То, что мы нашли с Люси. Взяла огурцы. Это к этому. Так, это мама бросила тут огурчики для того, чтобы сделать салатик с крабовым мясом. Молочные лунтики. Молочные лунтики Деньки здесь. Виноград его любимый. Это из того, что я взяла сок. Взяла добрый. Тут у меня стоит апельсиновый. Кстати, добрый вкусный сок. 89 или 98 рублей стоит, не помню. Мультифрукт решила взять. Это его творожки. Вот десертик. Просто вишневый. В прошлый раз брали яблочный. Просто огонь. Вишневый решила взять. И вот такие десерты. Наполеон. Это супер вкусно. Я уже знаю, пробовала. А я вот и взяла мега арахис. Мне кажется, тоже вкусный. Потому что шоколадный какой-то там был. Мне понравился. Ну и все. Это мама сегодня в пятерочке купила. Это еще не пробовала. Ну, в принципе, и все. Небольшие такие покупочки. Я прям кайфую, когда у меня пустой холодильник. Сейчас решила сварить макарошки с сыром. С сосисками поем я. А Денька просто макарошки с тыром. Мясо он уже сегодня ел. И это я варю ему 5 яичек. И себе 5 яичек для салатика. Ну что, за это время я нарезала салатик. Еще не перемешивала его. Попозже перемешаю. И заправлю его. И я пока что ем макароны с сыром. Денька поел уже макароны с сыром. И смотрю тут. Это вот на мой влог перешло. Я тут смотрела. О, пишет мне Танюша. Италия. Послушаю пока. Короче, по приколу мне понравилось здесь сидеть и смотреть вот туда вдаль. Какая-то очень интересненькая атмосфера получается. И я подумала о том, что в будущем я хочу, чтобы у меня на кухне были окна. Прям вот, знаете, вот так вот готовишь, а у тебя здесь не полки, а окна. Ну или хотя бы с одной стороны полки, а с другой стороны большое окно. Чтоб я вот резала что-нибудь и это включила музыку, поглядывала куда-то вдаль. Что-то в этом есть романтичное. Смотрите, как красиво свет мне нравится от всего, да? Так уютненько здесь вообще. Трандец. И телек вот там. Свет от телека классный. Пол девятого, День. Спачки, ложимся? А? Вот одеялка зла. Привет, мои хорошие. Решила на другую камеру, с другой стороны, снимать влог сегодня на моем телефоне. Просто я не зарядила камеру, как всегда. Короче, мы сейчас едем на стрижечку. У нас дома продолжается электрика. Мама приехала, готовит соус для нас давно уже, не ели чего-то такого. И вот мы с Денечкой. Что там, поправляешь? Прищемило тебя что-то? Стричься, идем? Да. Ты готов? Да. Говорят, что в этом возрасте все дети говорят нет-нет-нет, у них идет отрицание. У моего ребенка наоборот. Все, да. Но он еще не до конца, наверное, понимает, что мы на стрижечку едем. В общем, надеюсь, не будет плакать. Ну что, мои хорошие, мы подстригли зайчик. Ой, смотри, что это грязное у нас? Где, где, где мой палец? Вот он. А грязное у нас тут что-то надо постирать, взять. Ну что, подстрижено, смотри. А кто плакал, переживал? Ой, красивый какой. Стрижка-то какая модная. Красивый какой. Ой-ой-ой-ой. Завидный жених. Ой, жених. Ты расстегнулся? Все, сейчас я тебя выпускаю. Пойдем в экспресс ходим. Пытаюсь взять все время в руки телефон, так, чтобы не загораживать микрофон, чтобы было громко. Короче, мы приехали домой сейчас. День вообще мне прям понравился. Уже прям первая половина дня. Ну, не первая половина дня, уже полтретьего, да? Ну, мы уже столько дел попеределали. Электрика работает. Я люблю, когда я занимаюсь делами, а что-то идет, работает, не стоит на месте. У меня внутренний уже подъем какой-то. Денечку подстригли. Теперь ему легко дышится все это время. И класс. Сейчас зашла в фикс прайс. А там бомба, сколько новинок. Я сняла полочки. Все, потому что не все новинки я покупала. Но много новинок я и купила. Буду обзоры делать. Я прям счастлива, потому что куча видосов сейчас будет всяких интересных. Естественно, на моем втором канале будут точечные обзоры. Всякие гаджеты там новые пришли для красоты. Всякие там туда-сюда. Все это будет. И прям настроение внутреннее такое, знаете, классно. Вот у меня большой пакет. Много там всего, да. И летнего. И прям я довольна. Сейчас поднимаемся домой. Мне нужно будет докрасить стены. Покажу вам. Вот. И делать распаковочку. Вон наушники мне пришли беспроводные. Вот. Две пары. Короче, тоже в покупках покажу. Просто обалдеть. Обалдеть, обалдеть. Хочу скорее их затестить. Так мечтала о хороших, качественных, дорогих наушниках. Беспроводных. А еще читала ваши комментарии по поводу того, что, когда мы снимали с Люсей вместе видео, и кто-то говорит, что я уже не та зажигалка, что как-то я уже там, знаете, какая-то подуставшая, там, не знаю, или еще что-то. Я хотела сказать это что-то там. То есть я вам скажу, говорю во влоге, да, где еще об этом говорить. Я действительно подуставшая. Во-первых, во-первых, когда ко мне приезжают гости, я вам даже скажу не то, чтобы на неделю, да, и с ребенком, уже с достаточно взрослым, который требует много внимания, много энергии, там, с Денькой они то дружат, то там что-то не поделят. Это постоянно внимание, постоянный контроль, да. Это отнимает очень много энергии. Помимо этого, близкий человек, когда к тебе приезжает, ты тоже стараешься тратить много... То есть я, например, столько бы из дома там не выходила бы и сидела бы дома, и по торговым центрам так бы не ездила, да. Но так как ко мне приехал человек, хочется как-то насыщенно и весело провести время. Соответственно, это все равно как на курорт вы приезжаете, да. На курорте мы ни хрена не отдыхаем обычно куда-то, приезжаем в другой город. Потому что нам хочется все посмотреть, везде побывать, пока мы здесь, как бы, да, время вместе промести по максимуму, весело, задорно, и что-то вечно придумывается. Поэтому я на курортах устаю, и, соответственно, когда отдаюсь, да, друзьям своим внимания, энергию свою отдаю, я тоже немножечко, ну, конечно, выбило меня немножечко. Я устаю, и, видимо, уже вид у меня такой был немного подуставший. Это нормально. Но вот сейчас они уехали, такое время сначала было чуть-чуть скучало первый день, такая, думаю, так, что-то не то. Второй день там пока приходила в себя, и вот уже третий день я уже, в принципе, пришла в себя, пришла в норму, все, утром встали, то, все. Сейчас еще неудобство то, что вот уже незадолго, как Люся уехала, уже начали нам там делать ремонт, и тоже уже неудобство, эти вещи все таскаешь, Люся помогала мне шкафы таскать, вот. И как бы пока что тоже вот эти вот все неудобства, и когда это скорее закончится, скорее-скорее-скорее хочется все это, и все это, естественно, на меня накладывается. И если вы не видите во мне прям огня, который вдруг, вдруг чуть потух, понимаете, это как бы, ну, все нормально, мне кажется, это нормально. Все мы люди живые, и я не вечная зажигалка, у меня бывает тоже настроение не очень, и бывает и грустно, и бывает небольшая апатия, и обычно все это связано всегда с какими-то финансами, вообще у меня всегда все связано с финансами, и еще я не люблю, когда терпение, когда мне приходится что-то ждать, вот, например, там, да, та же электрика, или вот, например, кухня, да, вот я ее закажу и буду ее ждать месяц, и это будет для меня некое такое, знаете, нет-нет, да взгрустну где-то, потому что надоело ждать. Я люблю, когда все вот так вот, и бывает, когда я ожидаю сильно много и быстро что-то, и оно не получается, и мне приходится где-то там дискомфорт испытывать, у меня может грусть-тоска, плюс гормональные какие-то всплески раз в месяц, вы же знаете, есть у девушек, да, и вот как бы все, все в раз, поэтому, в принципе, нормально, и я не хочу скрывать, я не хочу натягивать улыбку, я какая есть, такая есть, как бы если сегодня не так весела, как обычно, то, ну, значит, что-то происходит, да, съел конфетку, ой, тут конфетка у тебя вот валяется, ой, какая вкусная, так, ну что, электрик ушел в 5 часов где-то, сейчас у нас уже начало 8, 7.05, я искупалась, мы с Даней покушали, уже созвонилась с Люсей, пообщались, и что сейчас, я хочу снять видосы, но у меня такая ситуация, что у меня нет ни одного нормального угла, вот сейчас для съемок, просто, у меня вот здесь получается, так, ну, Денька, понятно, ну, там у меня навалено, тут, как бы, да, может быть, как бы вот этот кусочек можно было бы захватить, но мне некуда даже здесь, это сейчас тут у нас бардачок, некуда даже здесь поставить и свет, и камеру, понимаете, ну, ребенок смотрит телевизор, три кота любимых, вот, здесь у меня получается тоже полный раздрай, вот, видите, как выглядит, матрица, как выглядит наша, тут у нас для колонки электрика, тут у нас розетки для этого, ну, короче, я думаю, на самом деле, может быть, они будут и закрыты даже, я еще этого не знаю, здесь это вот, то, что у нас уже на панельке будет, вот здесь три, это для автоподжика, здесь три, это над столешницей, это для посудомойки, здесь три тоже на рабочем столе с выключателем, подсветка будет, здесь для микроволновки встроенной и для духового шкафа встроенная, а это для холодильника, вот такие дела. там у меня будет рабочая зона, возможно, если она будет, то она будет только там, поэтому я сразу там делаю пять розеток и интернет, вот, и еще вот здесь у нас будут розетки, ну, просто сама суть, что вы понимаете, да, что где, где я здесь возьму фон для съемки, нигде, еще тут и грязно, ну, и на балконе тоже все заставлено, завешено, вот, ну, тут тоже как бы не вариант, ну, и вот смотрите, что я тут гаражу на нашей кухне, ширма моя, спасение мое, в общем, поставила ее сейчас так, вот цветочки по бокам, не знаю, будет их видно или нет, свет, тадам, и выставлю вот здесь камеру, сейчас сяду и буду распаковывать вот тот мешочек, а потом фикс прайс, возможно, мешок сюрприз, потому что я не помню, что там, ни одной вещи сейчас не вспомню, которую я там заказала, так что этот мешок сюрприз для меня тоже. Вот, в общем, сейчас собираюсь к съемкам, завтра приедет электрик, я надеюсь, он уже доделает мне кухню и останется последняя прихожая, на нее тоже, наверное, два дня точно потратим. Короче, как минимум три дня мне еще жить первую половину дня с электриком непосредственно, это значит, никуда не выйдешь, не расслабишься в доме, когда посторонний человек все-таки, даже несмотря на то, что он как бы за закрытой дверью, можно сказать, да, там не выходит даже, вот он как пришел в 9 утра сегодня, да, и в 5 часов вышел оттуда, даже не выходил, вот просто нон-ступ. Я люблю людей, которые пришли и по максимуму выкладываются, хотят быстрее сделать, быстрее заработать, это я ценю вообще в рабочих. Вот, и, короче, а потом еще, мы все равно будем продолжать жить в этих условиях, но уже более расслабленно, потом мы будем... А, нет, потом сразу у нас пойдут потолки, да, потолки мы сделаем сразу. А вот когда дело дойдет до кухни, вот здесь уже нужно будет подождать, потому что сначала нужно кухню заказать. Всем доброе утро! Решила включить камеру именно тогда, когда на меня все детки залезли. Дэнни балуется, такой балуется и говорит, на ручки, на ручки. В тазик залез? Не в тазик, а в миску залез ногами. Я говорю, ты что залез тут ногами? Она маленькая, сейчас поломается. На ручки. Я говорю, ну иди ко мне на ручки. Залез и мяу тут вокруг меня. Мяу-мяу-мяу. Я говорю, ну иди к нам. Вот мы сидимся. Вместе. Спокойно, не мяукаю теперь, да? Да. Чего вы, моя жайка? Иди, моя жайка. Иди вы, мои жайки маленькие, иди вы, мои детки сладкие. Сладкие детки, мои сладкие детки, мои шаладкие. Ну что, мои хорошие, я целый день занимаюсь делами, потому что я реально прикована просто к дому. Маму уже дергать не хочу. Вот. Сегодня еще мы кухню не доделали. Завтра. Он сказал, завтра он хочет доделать всю кухню полностью. Еще там балкон, еще чуть кухни. Очень много уходит у него времени на то, что он замазывает вот эти вот штробы. Вот. Я говорю, ну, блин. Зато мне потом только покрасить и все. Так что он вообще этим не занимается. Я его попросила это сделать, потому что он как бы сами розетки, он вмазывает туда, да. Вот. А эти штробы, он как бы вот в этой комнате, он у меня их не делал. Я их делала сама. А сейчас он там чуть-чуть сделал, но почти до потолка. Я говорю, слушайте, ну вы сделали в прошлый раз почти до потолка, ну сделайте полностью. Я говорю, я там заплачу, мне уже проще заплатить, чем самой все это делать. Вот. Поэтому очень много времени у него на это тратится. Он бы уже закончил сегодня кухню. Вот. И опять сегодня вот-вот он ушел только в 6 часов, без 5-6 сейчас. В 10 пришел, в 6 ушел. И ни разу не вышел из комнаты. Я вообще не понимаю, как он так работает. Не кушал, ничего вообще. Хотя, может, он кушал. Я туда особо не заходила, в комнату. Может, он там взял бутерброд и себе ел. Не знаю. Вот. Короче. Я устала, безумно. Завтра он приедет, закончит эту кухню. Вот. Мне останется там покрасить. И послезавтра будет выходной у него. И у меня будет выходной, потому что на самом деле я устала от прикованности. Я сегодня целый день, что я думаю, ничего делать не могу. Снимать не могу. Особо сильно там вот суетиться не могу. Покушать толком не могу, потому что холодильник у нас там стоит, а я не хочу отвлекать, как бы ходить вот это вот холодильником хлопать постоянно. Ну, пару раз за день зашла, там, покушали мы. Вот. И поэтому сижу, делаю дела, которые, до которых не доходили руки до этого, да. Очень много сегодня что-то попеределала, с рекламодателями пообщалась, там, разгребла почту, инстаграм, там, видео смонтировала, все подготовила. Вот. Так что, ну, тоже полезно, хорошо, но немножко напряг того, что вот как бы дома я прикована именно прям целый день. Так что завтра еще предстоит мне быть прикованной. Надо пойти погулять, погода хорошая сейчас. Выйдем, прогуляемся с Дэней. Влог вот этот вот я монтирую, он у меня получился больше часа. И я думаю, что надо его, наверное, закончить. Хотите, я вам покажу просто, что у нас сейчас на повестке дня, да. Что у нас там? Что у нас там? Сегодня он вот здесь штрабу сделал, все на потолке вот это вот вывел. Кстати, вот они у нас здесь будут эти светильнички точечные, 4 штучки решила сделать. Ну, знаете, чисто для разнообразия света, если честно. Вот. Вот это вот все дело он замазывал. Вот. Здесь, там, сям. И получается, а, он закончил вот эту вот стену, да, вот здесь. Осталось замазать вот здесь и вот там. И он передвинул все, чтобы ему удобнее было здесь работать. Вот. И все. Короче, завтра он здесь все дело закончит. Я буду красить. И потом выходной. И потом он перейдет сюда. И уже останется совсем чуть-чуть. Финишная прямая, как говорится. Дэнь, пожалуйста, босиком. Мы выйдем отсюда. Здесь грязно. Твой тапочек. А где второй тапочек твой? В общем, вот такие дела. На сегодня я с вами прощаюсь, потому что блок большой. Пора его немножко закончить. По комментариям пока сказать нечего. Я люблю так иногда комментировать ваши комментарии в конце дня. Позитивчик один льется из вас. Спасибо всем. Люблю вас. Вот. И не уходит, смотрите. Нападает сейчас. Вот сейчас укусит тебя, поцарапает. В общем, все. Люблю вас. Целую. Прощаюсь до следующего видео. Я думаю, что в следующем блоге вы уже увидите. Уже все с розетками, как минимум. Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok